всем привет микрофона дэймос мы продолжаем играть советские республики это второй сезон 7 серия и мы начинаем значит с чего начать начну с того что я хотел сделать швейную получается производство одежды где-то возле каменоломни посидел подумал но наверное нет наверное не буду это делать поэтому я перенес его сюда здесь не нужно изобретать велосипед здесь у нас есть свое электричество здесь также у нас уже есть один швейный завод что с ними делать сносить его тоже жалко это же деньги вот поэтому поставил сюда еще один швейный завод сделал здесь склад куда будет складываться одежда прицепил это все естественно заводскими соединениями также сделал здесь завод по производству ткани и ткань будет передаваться с помощью склада на швейные фабрики выделить здесь ну буквально 10 процентов там место под ткань во все остальное пущу под одежду также сюда поставил элеватор я посидел подумал 800 тонн урожая но пускай он даже не будет сбиваться на полную ну 700 тонн урожая это ну по сути то это очень много то есть вот эта ткацкая фабрика она будет употреблять месяц скорее всего если будет по 20 тонн всего да и тут же мы получается сможем убрать склад под зерно под урожай и расширить его под химию тут одной машинке химии мне кажется будет хватать по за глаза вот так же подумал что не буду здесь присоединять чего железной дорогой ну сами понимаете ткани не сильно много и мне кажется объективнее будет просто взять какую-то машинку и машинка все привести также здесь я уже ну приметил кпп шички здесь вокруг будет отнесено все заборчиком естественно все это будет сделано красиво сделал здесь две автобазы не знаю нужно ли две может вообще одной обойдемся на всякий случай поставлю вторую если не понадобится тогда не знаю снесу ее и на ее месте сделаю что-то другое так ну и тут все вроде пешеходными дорожками все красиво развел вот если вдруг там что-то не получится пущу значит под землей или там мостики сделаю для людей но мне кажется все это будет работать а так ну вообще сниму спал запусть пока все это идет пусть денежки пока первое нам капает вот эту автобазку я потом со временем снесу вот автобазы на самом деле недорогие в районе 18000 вот поэтому вот это вот невелика потеря в отличие от например от этого завода ну и здесь я потом все перестрою также все заборчиком унесу и все будет красиво не знаю хватит ли одного от этого трансформатора ну вроде как посмотрим и если не хватит приведу сюда еще один вот значит по производству одежды у нас будет все выглядеть вот так но не сосредоточусь я на производстве одежды то есть сначала будут закупать ткани перерабатывать ее а потом когда отстрой свой ткацкий завод и здесь нужно будет только привозить урожай который же у нас будет свой вот единственные будет растраты это химия без этого никуда сожалению так но вот эти подстанции я строить пока не буду вот в них нет сильной необходимости ну и вообще это будет дорогой проект тем более лет на под землей тянуть это все дорого-долго вот потом со временем до когда уже будет планироваться город мне кажется все это сделается хорошо значит здесь по минуло мне вернул я сюда ветряк все-таки значит сюда не будет идти трансформатор ну и опять же если ветряка не хватит то под землей провод протянул посмотрела все таки как правильно надо ставить кпп шички вот сожалению окна я не увидел да то есть видите да окон не туда там подъехал может быть откуда-то сбоку он там посмотрел кто подъехал и впустил его значит нужно ставить все кпп шлагбаумом внутрь чтобы ну смотрелось красиво так ну значит у нас здесь поставится каменолом не ветряк и кпп шичка все и значит скоро у нас будет уже свой камень у нас скоро будет свой гравий гравийный завод уже достраивается вот осталось тут совсем чуть-чуть уже по моему третий этап идет вот и все будет неплохо но в первую первое время я буду непосредственно и сюда напрямую машинами белафами все это возить там два куплю пока на первое время а потом когда уже все отстроится и здесь уже можно будет запустить прямо доставку камня масштабную вот и гравия будет просто завалить будем засыпать все и вся этим гравием везде где надо и везде где не надо и поскольку я решил все таки урожай 1 продать поэтому мне кажется что нужно дорожку то здесь вот это улучшить и еще да я сделал ошибку и когда совкоз поставил нужно было сразу сюда привозить топливо вот но с этим делом я не успел и к сожалению трактора поехали заправляться в город по это потеря времени не знаю успеет ли они скопать все поля ну хотя бы пусть скопает не знаю 12 я надеюсь и не успеют вот мы сможем собрать хоть как я хоть какой-то урожай чтобы его продать уже на выручили на вырученные деньги с продажи урожая можно уже будет и подумать куда бы потратить эти деньги допустить на какое-то производство вот но к сожалению до 1 урожай продать придется потому что я его не смогу переработать так мы здесь делаем вот такое соединение сразу мне кажется нужно делать гравий потому что чтобы быстрее у нас ездили болеславчики наши крытые грузовики и приезжали успевали приезжать обратно на поля поэтому тут мы все сразу лучшим почти до совхоза вот не знаю ну и наверно тогда сразу и заезды сделаю почему нет на здесь гравий это совсем чуть-чуть нужно вот это мы тоже все отдаем пусть строит пусть делают дороги экскаваторов благо хватает гравия нам хватает хотя и покупного вот один элеватор здесь поставился блин жалко надо было все-таки наверно не строить 35000 тоже на дороге не валяется я надеюсь хватит нам денег на грузовики до чтобы хотя бы собрать урожай продать его ну вроде все пока неплохо так сколько здесь осталось то почти ох нифига по цене почти половина ну ладно так значит что нам еще нужно сделать первую очередь я думаю может перестроить вот эти домики до люди как бы натерпелись уже и в бараках пожили качество жилья где всего 72 процента до в отличие допустим от тех же кирпичным где 94 процента но они молодцы они построили себе как бы ну да домики да здесь домик пустой ну и переселим наверное мы отсюда граждан до поставим здесь тоже кирпичный дом вот мне кажется здесь влезет спокойно три кирпичных дома ну и вот такая вот у нас будет начальная колыбель еще да я прочитал в комментариях спрашивали почему ты строишь временно почему мы видим не строишь сразу так как есть но у ребят но тут тоже понимаете денег вначале прям совсем чуть-чуть и они мы не могу например позволить себе сразу поставить теплоцентраль до электростанцию как я уже ответил в комментариях также я не могу сделать сразу красивые дороги с фонарями вот не могу сразу например сделать вертолетные площадки и закупать вертолеты не могу поставить институт ну вы тоже ребят понимаете что нет столько денег нету вот поэтому это и строится все временно они построят город и потом в него переселиться план то такой все так что я наверно тогда из этих двух домиков я переселяю вот сюда свободный дом все этот домик можно спокойно сносить и из этого домика тоже все переселяем и тоже сносим ну качество жилья сами понимаете такое себе те бараки здесь мы также это все носим эти пешеходные дорожки и ставим сюда хороший жилой дом из кирпича тогда все красиво он здесь умещается сильно место мы тут не экономим плюс минус мне кажется вот так будет нормально как-то я даже сразу беседки ну тут видно вроде ровно всем отдаем это все в строительство так мы дорожки пока мы отдаем строительство потому что я смотрю у меня всего осталось 20 тысяч рублей это очень мало так что у нас здесь но я вроде везде подключал стройку вот нам тут не нужно и к сожалению пока домик мы поставить не можем потому что но он тоже стоит в районе 20000 сейчас у нас деньги уходит естественно на строительство гравийного завода также у нас здесь деньги уходят на строительство ветряка ветряк сам по себе тоже не дешевый он в районе 20000 стоит тому и каменоломня естественно сюда нужно будет еще купить экскаватор это купить пару билов of это ребят ну прям очень много вот поэтому сильно пока не тратимся потому что осталось всего 17000 так давайте посмотрим сколько было за прошлый месяц но за прошлый месяц было в принципе неплохо так это у нас по 30000 одежды минус 17000 ткани да то есть где-то в районе 13000 и плюс 19000 нефтянки это получается ну 33000 у нас чистого дохода получилось так что мы так очень много закупили много закупили стали вообще точно 35000 у нас всего осталось 6000 что-то что-то пошло не так ребята куда уходит так деньги катастрофическим я пока не понимаю так но вроде здесь стали все забито нужно как-то себя сейчас урезать подэкономить но если прямо припечет можно продать будет вот эти вот машинки то есть чтобы рубли нам нужно если у нас рубли закончится у нас закончится электроэнергия а если не будет электричество то это все ничего работать не будет деньги брать будет ниоткуда и люди просто все вымрут и убегут как-то по деньгам то совсем но я говорю элеватор был лишний я просто не знаю чем я думал когда строил этот элеватор а понятно что я не смогу отстроить 5 элеваторов где я буду хранить урожай тогда получается что вот так это на что мы сейчас интересно так много много денег потратили но это уже не сталь мы закупили много топлива закупили аж на 12000 интересно куда куда я столько купил топлива но это видимо сюда и на совхоз и везде нужно топливо вот но это получается таки разово будут большие покупки так здесь у нас вроде все хорошо трактора съездил заправился на да он съездил заправился на совхоз и поехал копать дальше но это значит уже как минимум у нас уже есть восемь полей вот может сейчас еще успеет что-то еще скопать но 12 полей мне кажется на первое время будет довольно неплохо хорошо так ну вроде по деньгам я смотрю потихонечку восстанавливаемся уже 12000 на не нужно было закупать естественно столько топлива ну как-то вторая нефтянка нам почему-то не приносит так много дохода насколько я рассчитывал то то есть объективно да вот эта нефтянка приносит 12000 это всего 6 что ли ну блин так но тут заполняться не успевает они вроде приезжают все вытягивать ничего просто не залеживается это хорошо так ну с котельной у нас все прекрасно то есть следующий сезон и мне кажется мы сто процентов переживем тут как бы без вариантов что у нас образованными гражданами у нас всего 34 образованных граждан это очень мало нужно будет подумать как этот вопрос решить этого наверно стоит тогда сразу запланировать сюда еще один кирпичный домик потому что ну в домах еще есть место людям есть куда заселяться поэтому наверное тоже эти два домика выселим крайник и снесем их переселяем также этот домик и тоже сносим и пока запланируем еще одну многоэтажку у нас попозже мы ее обязательно построим так ну тогда вот эта вот дорожка была лишняя надо все-таки место тоже рассчитывать чтобы все хватило так ну вот так нормально вроде бы и ставим сюда еще один кирпичный многоквартирный дом окна можно еще его так поставить чтобы можно было еще и дорожку там провести зацепить так мы это где-то вот так получается не знаю кстати что по ровности она сильная не важно ну что скоро это все пойдет под снос окно попробуем попробуем здесь зацепить с двух сторон получится на двух сторон у нас зацепить получается значит все хорошо и выводим это все сюда чтобы и до остановкам недалеко было бегать и тоже отдаем эти пешеходные дорожки они такие дорогие а домик мы пока не строим ну и сильно прямо в нем надобности нет у нас же нет какого-то прям сильного перенаселения 21 плюс у нас естественно тоже нету я не понимаю почему мне 12 смертей от чего люди умирают вроде с медицины у нас все хорошо пациента у нас обслуживаются котельная не должна сильно дымить тоже непонятно почему у нас такая средняя продолжительность жизни маленькая ну хотя 80 лет ребята чем умираете это первые заселенцы которые поселились поэтому так сильно умирают непонятно понятно посмотрим что у нас в школе в школе у нас все плохо нам не хватает образованных граждан но к сожалению мы тоже не можем себе позволить их просто так покупать будем обходиться каким-то минимум пока не построим свой институт там или университет чтобы обучать граждан так прекрасно поехали и воды это 12 полей хорошо мне вот интересно успеет ли они еще вот эти три поля пахать так но тут гравийная дорожка активно у нас строится прекрасно так стройка идет полным ходом это хорошо я вижу что тут прям техника тоже нас хорошо так задействовано все строит все возит вот сразу не знаю насчет садиков хватит ли мне садиков но я смотрю в садике пока не сильно заполненные поэтому если мы заменим эти дома и поставим три многоэтажки по садика мы проедем по магазину мы в принципе проезжаем ну вот вроде все успевает но я посмотрю если прямо не будет хватать сильной еды я куплю отдельный грузовик да и буду использовать его как склад то есть поставлю чтобы он здесь ждал полной выгрузки вот и тем же хлебом проблем быть не должно то есть вот так это что ткань это везешь хлебушек то где вот хлебушек едет 38 тонны ну вот тоже блин эти грузовики ездят какие как-то по половинке возит это я понимаю что это не сильно выгодно вот на ничего не поделаешь он тот же рефрижератор до которого нас возит 6 тонн возит по полтонны мяса нету маленького рефрижератора к сожалению я бы использовал его так у нас опять куда-то деньги даются наверное это закупается ткань без нее тоже никуда из чего нам одежду тушить тоже шить из чего попало не можем допустим из гравий или досок также да я тут сразу поставил вертолетную площадку я посмотрел сколько намного на всего 4000 ребят стоит мне кажется стоит ее поставить попробовать купить вертолет пожарный не знаю хватит ли мне денег на это дело но из хватит будет прикольно водоем рядом есть откуда им брать воду вот я посмотрел туда же очень много точек куда можно приземлиться до набрать воды ну и если потом это все же будет под снос мы перенесем это просто вертолет перегоним в другую вертолетную площадку и все вертолет останется площадка за 4000 снесется не такая большая сумма вот я тут даже прям не знаю что делать то гравит свой гравит продавать так ладно все остановочка у нас здесь есть и мне кажется у нас есть маршрут который возит двумя букашками рабочих а нам его нужно перенаправить на остановку так где-то где-то волгодонский бетонный завод да по моему вот они эти две букашки хорошо мы значит добавляем остановку это вот сюда и мы убираем получается вторую и еще раз убираем вторую вот эту да да все теперь они будут приезжать только на остановку выгружать там рабочих а эти рабочие уже сами разберутся куда им идти то есть кто-то пойдет на асфальтный кто-то пойдет на бетонный а кто-то пойдет на гравильный не знаю хватит ли мне двух букашек может сразу стоит поставить третью букашку уж народу много но здесь пока ничего нету работать некому посмотрим что у нас там происходит все у нас здесь стоит ветряк у нас стоит каменоломня но увы мы не можем себе позволить купить даже элементарный экскаватор поэтому я думаю со стройконторы я забираю один экскаватор и ничего не поделаешь так ну для начала наверное нужно привозить туда бензин чтобы экскаватор у нас не таскался по всей республике поисках заправки так выставляем топливом выставляем 50 процентов сколько здесь у нас 10 тонн ну вот как раз привезут сюда даже нет 50 процентов будет много потому что будет всего возить значит по 5 тонн это невыгодно лучше пусть привезут полный бензовозик да то есть могут 30 процентов будет достаточно ниже 30 опускается и раз 7 тонн сюда привезли топливо полностью заправили каменоломня на то есть у нас сейчас опять же будет какой-то расход по топливу вот как бы это грустно не звучало значит я посмотрел у нас здесь много несли стоят эти несли у нас возили гравий но сейчас мы уже потихоньку переходим на свой поэтому я думаю можно забрать отсюда будет пару несли пусть начинают возить камень на переработку в гравий ну и до собираем все таки один экскаватор не хочется но надо попозже мы купим экскаватор обратно строительную контору но у нас там также есть и бульдозер и поэтому если что дорогу то есть кому строить единственное что здание будет строиться медленнее так все здесь дорожка готова если нужно будет потом закупить технику на я смотрю пока 30 мая мы наверное проедем купим мы все-таки крытые грузовики но я не знаю может будто по выдергиваю хотя сильно тоже выдергивать неоткуда к сожалению вот за доллары может взять вот этих маленьких от них такое они такие бесполезные просто так ну давайте вот тут даже посмотрим да вот они луи на сколько они возят 4 тонны всего то есть того же урожая до всего 4 тонны это очень мало нам надо хотя бы минимум тонн 10 возить не успеет они с полей все вывести нам все просто пропадет так все таки трактор приехал и начал вскапывать это поле ну к сожалению на это последнее поле которое они успевают сделать значит эти два поля у нас останутся не засаженными это все потому что тракторы съездили заправиться на заправку но и потому что они сами по себе слабы вот мы потом появятся какие-то другие там белорусы должны появиться мы купим их и все у нас будет хорошо так ну что у нас тут посмотрим статистику за прошлый месяц мы рождение больше почти в два раза чем смертей это не может не радовать значит так трактор мы один забрали и забираем тогда отсюда два не соли перегоняем их пока в депошечку чтобы назначить им маршрут спокойно но всего два до этого мало все топливо здесь есть экскаватора здесь есть все он готов принимать мысли и назначаем им следующий маршрут езжайте на каменоломню ждать загрузки здесь не обязательно не по-любому загрузится по полной а везете сюда и здесь вот вы ждете выгрузки потому что рабочие тоже понятно не всегда смогут прийти переработать гравий так ну выставим камень чтобы потом в списке маршрутов легче было понять что это за маршрут все маршрут назначен мы просто копируем его второму мысль и выпускаем их они вроде как даже заправленные поэтому не ломануться сейчас в первую очередь на заправку все потихонечку значит организовываем доставку своего камня да ну-ка мне тут очень надо много возить хотелось бы конечно белафами но ребят денег нету вот все будет но попозже и блин 2 нас или тоже маловато ездить они будут по такой дороге нехорошие я не знаю может стоит улучшить прямо сейчас гравит в принципе недорогой он не знаю посмотрим вообще справится ли ветряк с этим делом не интересных хватит ли его а как блин не помню как переключить того да всего 5 метров 4 метра в секунду ветер что с тобой ну вот ветряк крутится вроде работа идет хорошо да все первых два нас или у нас загрузились камнем и поехали повезли его на гравийный завод на переработку мы чувствуется игра немножко блин подлаги все равно не сильно ее так прям оптимизировали но скоро будет уже новый компьютер и будем уже доделать прохождение на новом компьютере все будет хорошо так ну вы как-то прям какими-то кругами кругами прям повезли вам не ближе вот так было сделать мы видим нет раз они поехали так ну и тогда все все понял понял здесь дорогу то я не отдал заблокировала не отдал ван у нас появилась немножко грая денег тогда стоит наверно улучшить вот эту дорожку чтобы они еще быстрее привозили камень так все пошло у нас даже первое какое-то производство не может не радовать ну это очень мало это прямо копейки так а ты куда все повезли гравий на дорогу хорошо но все-таки чуть-чуть гравия мы своего пока будем закупать на границе но полностью мы не можем запустить все вот они уже начали привозить сюда гравий хорошо экскаватор у нас бульдозеры пока есть есть кому делать строить и вот у нас уже по деньгам 40000 я вот не знаю прямо сейчас закупать игры крытые грузовики или чуть-чуть попозже так посмотрим сколько нам по деньгам то нужно будет ну вот один грузовик это 9000 на то есть сейчас всего можем 4 грузовика купить это так мало давайте пока два купим назначим автобазам пока маршрут чтобы они собирали урожай и продавали его значит это таможня в первую очередь здесь мы выгружаем урожай вот уже здесь мы все загружаем при нуле есть это все выставляется автоматически хорошо не может не радовать тут какой-то бедный одинокий у нас с кого и трактор вспахивает поле так а вот еще два забыл так мы все я вроде все подцепил ты автобазе хорошо также делаем такой же трюк для 2 также назначаем на таможню выгрузка урожая и цепляем все поля все вроде зацепил так и вот у нас еще появились какие-то деньги мне кажется стоит сразу закупить еще два грузовика пока есть надо пользоваться так сказать пока есть надо пользоваться сам нас остается 13000 уже 9 что-то там так закупилась 9 тонн ткани понятно ткань нужна здесь я сделал чтобы сразу сделали гравийную дорожку потом максимально можно было быстро отдать этот заводик стоит ли отдать остановку но наверное на всего тут 600 рубликов стоит да давайте отдадим то есть здесь заедут сделать вот этот кусочек вот этот и сделают остановку здесь я дальше перекрыл и ладно пусть делают тоже вот этот кусочек и дальше они вот здесь строить все они будут заборчик то я на заборчики забрал строительных контору еще рано строительным пока заборчики потяни дешевые но пока рано все здесь опять обезбашенный у нас бульдозерист делает очень быстро дорогу такой молодец так может сразу стоит тогда здесь все-все загравировать хотя бы до каменолом не него тут даже не знаю как лучше это сделать да наверно пока прокинем дорогу дублер пока прокинем дорогу дублер а почему-то не может так и загнуться плана сделаем ее пока вот так не прямо тут не сильно необходимо чтобы она была тут ровная так можно как-то тут вывести хорошо было красиво приятно она пускай будет так или так не нужно делать ну а над ключем тогда привязку объекта и вы видим ее ну хотя бы так пожалуйста на спесь зацепилась и здесь точно так же надо зацепить естественно ты здесь не зацепишься ты сильно близко к той дороге на так все если что нашу нас или смогут проехать по этой дороге но здесь мы можем этот кусочек улучшить чё знаете я вот это вот все строю я я даже вот не знаю дотянется ли пожарная станция до всех объектов которые застраивают так да капиналом не дотягивается полностью охватывается в хоз это хорошо а здесь у нас что да здесь вроде до всего дотягивается ну по крайней мере все что стоит уже зеленая значит уже под защитой пожарных ну все тогда я счастлив да не будем трогать все вроде работает так ну конечно с образованными гражданами такая проблема вроде пап есть 34 пока остается рождение активные идут вот люди делают других людей потенциальных работников это хорошо так здесь у нас заводе вроде как работает здесь рабочих нам вполне хватает отдать ли вот этот склад 17000 он сейчас сильно то я так понимаю не нужен поэтому смысла никакого нету может добавить это вообще третий на соль я даже не знаю если в этом какой-то смысл вроде заторов никаких нету просто может случиться так что рабочие сюда не приедут эти все нас или встанут вот здесь не закроет проход и наверное даже пожарные мне кажется не сможет заехать вот тут я даже не знаю как лучше сделать так ну тогда все таки дорожку мы здесь лучше так почему ты не хочешь полностью делаться как-то очень странно только кусочками надо мне кажется я знаю почему здесь только кусочками потому что можете пытались я пытался поставить сюда производство одежды поэтому так вот маленькими кусочками ну и пусть развлекается им что еще делать так хотя бы хоть что-то строит потихоньку стоять им здесь не нужно вот так может все таки третий на соль перевести сюда по граве у нас вроде все терпимо так как день так 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 пока ты не успела заехать на таможню и загрузиться езжай сюда все мы получается забираем отсюда тоже третий на соль забираем его ну и потихоньку автобаза освобождается можно потом будет закупить какой-то другой техники какой-то другой техники так 24000 у нас уже на дворе июня блин деньги наверно надо оставлять надо оставлять накрытые грузовики я чем х и урожай не вывезем а так хоть какие-то деньги получим так сказать грузовики себя отобьет если мы продадим весь урожай вот а потом эти грузовики можно будет на зиму даже куда-то перевести если нужно на какую-то другую работу вот но опять же а куда так ладно все здесь у нас дальше дорожка делается прекрасно вот он третий не соль блин жалко успел он закинуться гравием успел гравий мы наверно как-то 200 рублей она выкинем мы его и назначим маршрут 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 вот он наверное специального даже пометил чтобы был камнем и лишь на каменоломни и потом на гравийный завод да все выпускаем 3 несселя чуть-чуть это ускорит доставку камня тем более сейчас дорожка если когда улучшится еще будет лучше доставляться камень у нас лимим конечно такое себе возить надо просить пила фами прям там объем по 25 тонн машину 5 машин это 125 тонн будет привозиться почти сразу вот что такое провернуть нам нужно вот эти хранилища без них увы никуда или они знали будут нас или просто там вот в чем разница именно белов и нас или нас или он просто быстрее если стоит гравийная дорога то у них кпд одинаковый что убил афа что у нас или но белов он дороже да почти в два раза вот я не знаю наверно тогда два белов оставлю чтобы вот в возил прямо на гравийный завод от 1 белов чтобы он мог возить с каменоломни сюда в автобазу загоню нас или уже с помощью нас или буду это все быстро перевозить должно получиться вроде как неплохо так но тут дорожка активно делается даже привозит сюда рабочих так а что у нас вообще на остановке то творится люди то хоть приходят ткацкий завод то у нас работает одежда шьется надеюсь но наполовинку запущена да ну ничего страшного тоже нормально здесь у нас пока остановка не достроилась я наверно да сразу по тогда подумаю маршрут перевести на остановку а когда построится здесь еще один завод я подцеплю еще одного либо вот рабочих надеюсь будет привозиться больше ну и тем более сейчас население понемножку размножается вот скоро детишки вырастут и пойдут работать и вот у нашего прошу прощения у нас уже 30 тысяч это хорошо то есть как минимум мы можем купить себе еще два грузовика ну 8 грузовиков это вот прямо мне кажется будет оптимали все то есть у нам будет кому вывозить урожай вот я думаю даже прямо сейчас это сделаю куплю два грузовика еще дополнительных вот и останется все купить еще два грузовика и все урожай будет спасен это хорошо так мы мы получается не успели чтоб скопать всего два поля ну и ладно этому сколько получается 8 10 11 12 13 полей до урожая будет очень даже неплохо может где-то в районе 4000 только урожай стоит 20 рублей за тонну 4000 это уровень 80 тысяч рублей неплохо неплохо сможем поставить еще один завод запустить сможем поставить еще один домик может даже закупить мигрантов за доллары хотя вот им обучаться вообще очень плохо потому что у нас всего два три учителя приходит обучать это мало мало очень очень мало так ну благо здесь все хоть работает уже хорошо так посмотрим по экономике что у нас получилось в прошлом месяце ну неплохо 23 тысячи с нефти у нас получилось прошу так опять у нас опять опасная цифра четырехзначная вовсе пятизначные пошли хорошо так вот я не знаю насчет асфальта что лучше сделать сразу перейти в нпз производить свой битум и уже все асфальтировать либо закупать этот битум стоит он не так дорого благо может упал будет подумать как сделать лучше может пока закастомизируем здесь под станцию будет такая большая кпп шку я не знаю ставить не ставить ну типа такой объект да он не сильно должен по сути то хранятся поэтому мне кажется обойдусь простым заборчиком а заборчик то без кпп не построиться на нужны вертолетные площадки тогда да тогда это будет кпп здесь так удаляем дорожку и цепляем кпп вот почему блин вот сделали бы еще какие-нибудь ворота сейчас кто-то скажет иди ставь мод и там все есть нет ребят моды не хочу так сеточка куда же без нее хочу ставить все ровнее окей но в принципе можно потом быть заборчик то тогда снести ой кпп когда сделают запор хотя нет не получится так ладно ставим забор вот такой решетчатый м такие нам стены здесь не нужны о ее тебя прямо совсем не видно забор так почему ты черный а ну сделали чтобы удобно было смотреть так хорошо есть мы где-то прокидываем это все дело сюда его хотя бы видно будет уже хорошо так но относительно ровно так 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 где-то здесь мы это зацепили делом проводим чуть дальше надо отходить от подстанции подальше чтобы провода то можно было зацепить и увести их под землю где-то вот так думаю будет достаточно заборчики ты это вообще зло конечно совсем ничего не ничего не видать это где-то вот так получается здесь чуть-чуть надо будет удлинить чтобы ввести его сюда вроде как даже чуть-чуть ровно получается так значит здесь все это вот так убираем кусочки вот эти обрезки ну все неплохо получается тоже такое своего рода закрытый объект тоже надо понимать здесь будут высоковольтные линии посторонним сюда тоже заходить нельзя так ну здесь зальем там и естественно все асфальтиком так 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 чуть-чуть вылазит за забор это некрасиво получается вот тогда не вылазишь почему ты не ставишься что тебе нужно об вроде встала хорошо так сразу тоже берем надо смотреть чтобы сильно это все не вылазило за забор хотя тут естественно кусочек вылазит на кусочек будет вылазить окна так не очень получается хотя бы вот так что было такая вот получается площадочка все за асфальтированным есть потом эти дороги тоже все нужно будет улучшить до асфальта вроде неплохо вроде неплохо смотрится так здесь у нас покинули гравий хорошо пер машинки будут ездить еще быстрее она и дорогу дублер вот эту есть смысл убрать вот когда здесь асфальт буду прокладывать я не знаю поэтому в ней пока нет надобности если понадобится мы сделаем что у нас есть вообще да есть какой-то прирост по гравию что гравию нас теперь не покупной по моему там даже переизбыток на 50 тонн можно будет сделать больше хорошо так и вот у нас уже подбирается еще 30 тысяч на которые мы покупаем еще два грузовика потому что все поехали уже собирать урожай нам эти грузовики нужны ну и получается сейчас будут сразу же первые деньги так все вижу поехали хорошо начинается сбор урожая прекрасно так и когда пойдут первые деньги мне кажется стоит поставить домик ну или купить экскаватор обратно в строительную контору хотя я вот прям не вижу что не в них здесь есть какая-то сильная нужна сколько стоишь ты экскаватор но 11000 в любом случае да надо будет купить обратно экскаватор хорошо начался сбор посмотрим пошли ли первые продажи урожая на уже первые 10 тонн урожая у нас продали ох это сейчас может сыграть с нами злую шутку потому что таможня будет занято ответь то есть нету по сути разницы между большой и маленькой таможни они все равно будут стоять и ждать когда кто-то заедет или кто-то выйдет и вот эти вот пять полос они прям не дают какой-то большой прирост не сыграла бы злую шутку с отсутствием еды магазине я думаю может забрать все-таки один крытый грузовик отсюда ладно посмотрим пока вроде просадок нету блин урожай такой дешевый ребята просто какие копиюшечки 72 тонны продали всего 1400 кажется топлива больше зажгем с таким раскладом блин я не знаю как то вот это вот неестественно смотрится это заливка асфальтная не знаю может я придираюсь или когда все сделать в таком стиле она будет смотреться лучше и вообще модельки заменить текстуры ну потом возможно попозже заменю но пока вроде смотрится неплохо ладно ребятки буду заканчивать эту серию всем кто посмотрел спасибо большое вот если серия понравилась поставь лайк и если не понравилась дизлайк подпишись чтобы не пропускать новые серии ну всем спасибо за просмотр и до встречи восьмой серии восьмой серии всех люблю пока пока